В принципе, на всем своем протяжении связано с политикой, то есть еще до того, как это стало мейнстримом. Здесь на работах представлена моя реакция на события, происходившие, наверное, в промежуток 2017 года, от нитурниевских протестов и до сегодняшнего дня. Ну и начну я с работы, это «Семь кругов Беларуси», где с различными символами, которые связаны с Беларусью, указаны семь кругов. Это даты, которые обусловили нашу сегодняшнюю реальность. Это 1994 год избрания террориста президентом, 1996 год укрепление его диктатуры, 2001 год, это, во-первых, исчезновение оппонентов и выборы первые незаконными. Дальше, 2004 год, это когда был проведен референдум, после которого было выбрано ограничение на количество сроков президентства. 2006 год, первая площадь, 2010 год, вторая площадь, ну и 2015 год, это картина старая, 2017 год или 2020 год здесь еще нет. Но здесь есть другие интересные артефакты. Дело в том, что эти коллажи, точнее они были как листики, мне их давал для работы Никола Дедок. Эти коллажи он вырезал, когда сидел еще по первому делу анархистов в начале десятых годов, когда находился в одиночке в Могилевской колонии. Это обрывки от кет, да, ну, Никола Дедок, я думаю, как вы знаете, он сегодня снова политически заключенный. Это обрывки от кета другого политического заключенного Сергея Спариша. Ему их порвали, когда его упаковывали после пикета, который проходил против европейских игр. А это рукава представителя студенческого блока, за которой его тянули в автозак 25 марта 2017 года. Я думаю, многие помнят, это была, можно сказать, кульминация вот этих нетаньянских протестов. Ну, собственно, за эти рукава его утаскивали в автозак и дальше в окрестину. Это работа «Островец безопасности», посвященная тогда строящейся АЭС. Островец, который навис как угроза профессиональным городам. Ну и здесь, соответственно, отсылки к Чернобылю. Полынь, я думаю, многие знают, что у него есть еще одно название «Чернобыльник», как отсылка к прямой угрозе. Ну и рак, соответственно, потому что у нас онкология – это, наверное, бич нашего, нашей нации. Эту работу я написал незадолго до начала вот этих известных европейских игр 2019 года. Я решил, что нужно какой-то другой символ подобрать для такого события. И решил, что лучшим воплощением будет на стилизованный щит минтоской поместить. Свою интерпретацию работает Марка Шигала. Правда, поместил я в Минск. И прогулка немного другая. Это получилась у меня несанкционированная прогулка над городом. А эта работа была написана уже в конце 2019 года, когда спустя долгие годы вновь был поднят вопрос о углубленной интеграции Белоруссии и России. И я решил пофантазировать, что же нам вот эта замечательная дружба может дать. Дружба, скрепленная, пробитая стрелой Купидона в виде нефтепровода Дружба для одной стороны и ракет для другой стороны. Собственно, что мы могли делать им? Это вот эти ужасные инсталляции, призывающие на дожинки в зону отчуждения или в обычную. Это беспокойные медицинеры, которые помогают гражданам встать с колен. Это многие, наверное, видели бабулька, она всегда выходит в 7 ноября отмечать на площадь, уходит в туман. Вот это туманное прошлое или будущее, не знаю. Это, конечно же, культовая Лидия Ярмошина, которая научила бы россиян правильно голосовать за полигоны. В Шиесе последил за российской повесткой, там, наверное, знают, что там были протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе. Ну, это, конечно же, обосранная скотина, это трактора, наша гордость, хоккей. Что касается России, с их стороны, они бы нам могли поделиться пленами с лопатой, казаками, которые ногайками бы разгоняли мух, трудом, бесплатным, где-нибудь на севере, там, на Колумбии. Это Димати, который хлопнул бургер за здоровье Собянина, богословенный российской, русской православной церкви. Ну, и, конечно же, лучшее оружие – это ракеты и стаканчики с Бургер Кинга. Потому что там, во время протестов, Сергея Банича бросил в полицейского стаканчика Бургер Кинга и судили за то, что он причинил физическую боль. Поэтому, я считаю, что это очень страшное оружие. Ну, конечно же, вот это все полетело бы куда-то вдаль, через термик, либо солнце в цветах флага российской, либо никуда. Но пока этого не произошло, к счастью. Ну, а мы перейдем к следующей работе. Это работа, в которой я сделал вывод. Я сам работал шесть лет в школе до ареста и миграции. И я понял, что базис нашего образования – это научить детей маршировать. Потому что там конкурсы по строевой подготовке, по военной подготовке, постоянные какие-то дозорницы и прочие, и факультативы по строевой подготовке. И мне кажется, что, ну, детей мучают просто, что в любой непонятной ситуации нужно маршировать. Но я решил еще от себя добавить, у меня после судьбы в армии сохранился пошивной материал. И я решил, что еще маршикам, конечно же, необходимо научиться пошиваться правильно. Потому что это залог боеспособности армии. Два стежка по бокам, шесть внизу, двенадцать сверху. Они немножко испачкались, потому что работы сбывались и пришлось вывозить замазы в ваше. Потому что, как вы понимаете, было бы проблематично такие работы в естественном виде вести. Ну, конечно же, когда это все постигнется, мы отправимся в светлое будущее. Потому что мы можем... Это, когда я вписал в начале 20-го года, когда только начинались разговоры о будущем президентской кампании. И, честно говоря, мне казалось, что это будет одна из самых скучных кампаний. Потому что, ну, не могилу оппозиции. Я просто смотрел на праймерис, когда не пытались единого президента выбрать этот миф на арк людей, конечно. Потому что аполитичность, вот это рабское отсутствие практической грамотности привело к тому, что там приехал в праймерис, собиралась по 5-10 человек. Тут еще поступал ковид, и мне казалось, что, ну, это будет реально самая скучная кампания. И поэтому я хотел просить работу в этой вот стабильности, которая с одной стороны движется в одну сторону, тело смотрит в другую, голова отсутствует, вот это все в клетке. Но сначала я добавлю только красоты, исходящий марс, марс – это символ войны. Ну, сейчас я понимаю, что, скорее всего, будет всего надвигающиеся события, которые подошли в тысячи доставленных годах. Эта работа у меня называется «Автократия». Я пытался рассказать по вторую часть этого термина. То есть, изначально это греческий термин, а «коскратус», который переводится из дословно «самовласти». То есть, когда проход – единый правитель правит всеми сферами общества. Но когда я работал в той же школе, когда я видел, как перед почетными листами, это кто-нибудь с бухгалтером с управлением образованием, когда перед ними там готовы были расцелить дорожку, помешиваться в шарик, чтобы как-то уважить, я когда жду в «Автократии» есть еще другое понимание о «самовласти», то есть, когда не нужна уже власть, не нужен вот этот кулак постоянно, потому что в головах уже будет день, они сами себе угрожают, власть правит сама за себя, страж и прочее. Но, начало это все постепенно меняться. Сначала мы собирались на их компании. Тогда еще это не было так печально. Это диван блогера Тихановского. Я думаю, вы и помните, что там, когда вы его нашли 500 тысяч долларов, эти легендарные, это получилось только с третьего раза. И я считал, что если покопаться еще, там нужно будет найти еще много – квазары, черные дыры и прочее. Ну а это, как по телевизму так сказали, чтобы знали, откуда ветер будет. Иногда он, кстати, по иронии был еще с Россией, судя по мнению. Эта работа сделана в июне, или в июле, в июне 2020 года. Тогда были первые такие спонтанные цепочки солидарности, когда сбежали по парикам. Я тогда сам лежал с воронхитом, прививался легкими, но при этом, даже сидя дома, когда я смог прочувствовать эту атмосферу ухода эпохи, когда у людей реально страх пропал. И поэтому я писал на поту, называется на момент море диктатор. А здесь уже некий монолит, безликий, он смотрит к своему затмению. Корабль гулящим, в поле зарастут маки, маки – это всегда символ жертв. Но я считаю, что, так или иначе, эпоха уже закончилась, так давно или поздно, конец мостами, и на этих махах взойдет новое общество. Потом в моем творчестве наступил на долгое время перерыв, потому что мое творчество ушло на улицы. То есть, когда я, так сказать, участвовал в уличном противостоянии, я испытывал примерно то же чувство, которое и в творчественном процессе, в состоянии потока. И мы с товарищем пришли к выводу, что есть такое понятие, сделали термин «искусство прямого действия». Потому что искусство и революции, они тесно взаимосвязаны. Искусство – это создание, интерпретация новой реальности, полотных, звуками и прочим. А во время революции мы создавали новую реальность, самую реальность. Вот, поэтому эта работа как итог моей УВД. Моего периода, когда я заканчивался в общество, на улице. Но, увы, наша революция провалилась. И наступила эта реакция, которая называется «Лемославян», какая-то супер-песня. Она о том, что просто наступила номинация своего любовь, которые готовы даже отобрать его с неба и солнца, если в этом угрозе режима. Дальше – это сущность самого режима, когда он начал пожирать своих же, когда он начинал чистый вкус в банате. Это работа называет «человеческий ресурс». Она показывает, как разрушающий свой любовь, пытается с последних сил добрать смех, вытянуть последнюю энергию, чтобы хвост как-то выжить. Но, как мы знаем, во его слов, он все равно попал. Когда уже наступили, когда 20 марта на день в годе мы хотели, что революция запланиется, но это не случилось. У меня в нашем районе, в Северной Афрининске, мы продолжаем все равно активничать на улице. Вот, наверное, 2 месяца. И тогда мы сказали, что все-таки все-таки что-то должно произойти. Вот, и революция будет спускаться над борцом. И когда мы находимся на телевизор, после известного еще одного отсутствия сигнала, мы пока что без новости. Правильно, не поздно. Я считаю, что после того, как зайдет, но, увы, не сейчас. И сейчас ситуация напоминает то, что мы на 2017 году, накануне нутальянских протестов, множество противоречий в обществе. И когда есть кто-то участвовал, я думаю, для вас тоже было удивлением, сколько людей тогда вышло. По цене этого было много. И это показатель того, что достаточно одной спички неверного шага власти, и это все снова вспыхнет. Но, надеюсь, в этот раз... Да, противоречия в обществе не решены. Сейчас на одной чаше страх, но с другой стороны ненависть. Когда ненависти станет больше, эта почта взорвется. Но я надеюсь, что в этот раз мы не сделаем ошибку, которую мы сделали. Одна из этих ошибок это была самоцензура. Мы отказывались задавать себе неудобные вопросы, и тем более отвечать. Проблема нашей революции была в том, что у нас была сначала ошибка в терминах. Дело в том, что у нас решила был протест, а не революция. Мы хотели гулять, а не сопротивляться. Сейчас, когда уже было очевидно, что все идет на спар, мы все равно себя пытались удерживать и успокоить, что мы уже победили. Но, к сожалению, мы сегодня оказались в той ситуации, когда реальность... Романа называется «Безаметное расхождение планеты Торманс». Торманс – это антитопическая планета из рассказа советского описателя Ивана Ефимова, «Час быка». И Торманс наступил, и теперь нам приходится его принимать. Но, надеюсь, мы этих ошибок не повторим. Эта работа написана была... когда подписывается, что это не дорожный танк, я здесь глубокого смысла не плавал. Я просто предложил свою дорожную карту для этого организма. Ну, я думаю, здесь, как бы, все понятно. Это воскресенье Воскресенского. Он для воскресенья за ПГБ, с круглым столом, с покаянием. Ну, и, конечно же, я не мог его в воскресенье оставить без субботников. Это работа Невашов. Здесь немножко ужатый. Министр вынужден взял. Вот. И составлено из протокола обыска, который был у меня. И я уже... я уехал за 14 часов до суда из Беларуси. Ну, точнее, я уже выезжал в Украину, когда должен был быть суд. Ну, они, короче, меня за-таки осудили, потому что пришло на адресной прописке решение суда Беларуси. Поэтому меня даже осудили. Но я не знаю, на что и так. Поэтому, вот, они не ложки осудить и не осмотрели. Это... Я думаю, все, кто отправился в миграцию, вынужденно унесли часть с собой, дома с собой. Это... тяжело первое время. Тяжело даже сейчас. Вот. Поэтому я просто хотел показать своей функцией, что я часть Совести Дюблянки повез и сложил сюда с собой. Эту работу я решил написать после того, как я организовал диалоговую площадку по обсуждению референдума со своими бывшими коллегами. Вот. Я не хотел их трогать, но учитывая, что школа меня в покое ставить не смогла, я решил им помстить. Поэтому мы, я думаю, все видели, да? поделал в другую площадку когда они обсуждали конституцию и референдума. Ну и у меня сразу только вырисовался образ вступаемого. Ну, на самом-то деле я же работа школи прекрасно понимал, что большинство против, они сначала смотрели за солнцем революции, но когда произошло снова помехи вот этих телевизоров, пропаганды и прочее, они готовы принимать нервную. Поэтому это сущность этих людей. Это работа «Граница». Она посвящена событиям, которые я думаю, понятно, происходили на границе. Тут вопрос в другом, что у меня было немного ракостырное за белорусов. Если раньше я считал новости, когда был сам в Беларуси, настроение я улавливал вот так, то сейчас, чтобы понимать немножко лучше, что там происходит, я считаю комментарии. И для меня было на самом деле дикостью, когда я считал, что так им надо, типа, и хитро, в Беларуси не останется, там же, безопасная страна. Вот. Я просто, когда сам уезжал, и я через Россию в Украине, и меня точно так же могли бы тормознуть на переходе в Украину и сказать, что ты в Беларуси тоже безопасна в стране. Поэтому я считаю, что нам нужно, наоборот, солидаризироваться. Многие говорят, они едут туда за пособиями, за высокой зарплатой. Но извините, я думаю, мы все знаем, что многие белорусы под маркой протестов тоже получились, если он находил гуманитарные визы, уехали. Такие же люди и там, такие же люди и здесь. И одно из первых видео, которое я увидел, когда включили интернет после вот этих трех дней, это видео, записанное кодами из Рожавы. Рожавы – это такое полгосударственное образование, возникшее во время войти, из гражданских траманов, сопротивляется Турцию, сопротивляется сирийскому правительству и ИГИЛ. Там они строят достаточно демократичную общечку, основанную на прямой демократии, на равенстве религий, полов, что для мусульманских стран достаточно зависимо. И вот от них пришло видео солидарности, и не было реально, вот когда Курды столкнулись уже с такой проблемой, не было за голову сопротивляется. Это работа «Ожидание пришествия Крипера». Дело в том, что еще в мае, в июне я общался со многими активистами, активистами, и я еще тогда, собственно, сам в Беларуси, я фактически пытался уже кричать пустоту о том, что нам нужно что-то делать, потому что разрушат все активы, на которых фактически революция, остатки ее держались. Они затушили ВГО, затушили СМИ, но самое страшное, что произошло в Лепард 21-го года, это очистка районов активов, потому что мне сейчас проще с людьми своего района встретиться где-то в Варшаве, чем на своем районе. Ладно. Что я слышал в ответ? Ну вот, начнут рабочие постовать, тогда мы увидим. Перезабудь фитерин, тогда мы увидим. Или вот самое главное это слово, которое мне понравилось, триггер. Это просто повторяется мантра, триггер не наступил, триггера мы ждем, когда наступит, когда все изменится, мне кажется, что люди уже кто-то слов кто-то дома ждет, а кто-то в тюрьме. Оправдание, да. Ну, страху, еще чему-то. И проблема в том, что сейчас я уже не могу находиться там, я здесь, как и многие тюрьме тюрьме, которые готовы быть решительным действием, а мы все продолжаем ждать, молиться, русского моста, у нас уже Россия, у нас уже остановлен практически тоталитарный режим, но мы продолжаем ждать тюрьме. это работа написана была либо в конце 19-го, либо в начале 20-го, но я решил повесить в конце, потому что сейчас этот вопрос актуально, сейчас сгорелись священные войны, между теми, кто считает, что нужно идти на референтум, стоять два крестика, и сторонниками байкота, я считаю, что сейчас после спорок нет смысла, потому что единственное решение, да, у нас был, это демократия, то, что сейчас происходит, да, знаете, когда я использую программу, потом выскакиваю, видите, вот, вот, социальная революция, это единственный выход, это должна быть не протест, это должна быть революция, которая не только сменит причина социальная, но не только сменит одно лицо на другое. потому что демократия выхлаждает народ, а не сами люди. Когда общество само переструется, когда оно более созреет, мы называем, более солидатным, тогда, вероятно, мы победим. Что касается других работ, это работа художницы Коляковой, но если кто-то завтра хочет заняться, она завтра сама здесь будет, я думаю, он расскажет, она создала целый усилий, положая основу на события 19-го года, это работа художника в Беларуси, Рома Алекса Городного. Художник музыкан, он создает коллажи, где через какие-то исторические события, проводит приюты, через исторические события, проводит параллель существующей реальностью. И вот, конечно, что-нибудь сможет сам рассказать сейчас про это все, но в принципе это все работа, за которую стоит постоять, посмотреть, поразмучнать, И так далее. И так далее.